Дизель Шоу Ну, Бэмби, конечно, олень. Блин. На блокбастер. Ё-моё. Вася. Вася. Чё ты сидишь? Через час выходить в школу, а ты ещё в трусах. Это мне ещё повезло, что у меня эти трусы остались. А так бы и их пришлось в эту школу на шторы сдать. На какие шторы, Васенька? На невидимые. 11 лет собирали деньги, а шторы никто не видел. Ватенька, давай сходим в последний раз. А ты уверена, что последний? Вася, это выпускной вечер у твоей дочери, понимаешь? Не люблю я выпускные. Без меня идите. Вася, мы уже сдали на спиртное. С этого надо было начинать. Где моя рубашка? Где мои штаны? А, рубашку не надо, у меня майка почти чистая. Мама! Ватенька, а ты не хочешь посмотреть, в каком платье на выпускной пойдёт твоя дочь? Да мне какая разница, я деньги на спиртное уже сдал. Ты ж знаешь, мне главное, чтобы не голая. А, слушай, а что должно быть прикрыто, чтобы ты сказал не голая? Валюха. Я человек современный. Не ханжа там какая-нибудь, правильно? Ну, если у него вдруг там юбка будет, ну, чуть выше колен, ну, вот как у меня трусы. Да, ну, пускай раз в жизни оденешь. Праздник всё-таки, правильно? Мама, ты папу предупредила, подготовила? Что? Доченька, тут как с пластырем. Надо срывать резко. Заходи. Что за пластырь? Что за шифры, ё-моё? Сейчас, сейчас, сейчас увидишь. Вот. Янка! Твою мать! Извини, Валюха. Ты шо, с ума сошла, шо ли? Через час выпускной, а ты до сих пор в ночнушке ходишь. Иди одевайся. Ё-моё, дочка у меня. Папа, это моё выпускное платье. Смешная шутка. А теперь иди, давай переодевайся. Папа, ну это действительно моё выпускное платье. Ну, вверх платья я вижу. А низ где? Иди ищи низ платья. Ё-моё. Папа, это всё платье. Что, серьёзно? Тогда я не понимаю. Что с ним случилось? Что, собаки во дворе подрали? Папа, рваной сейчас модно. Серьёзно? Мать, вот это ты дурочка. Что ж ты мне носки-то заштопала? Ты ж их сделала не модными. А платье. А платье, которое у тебя репнуло? Папа, это всё платье и туда же? Давай ищи, там где-то должна быть змейка, чтобы ты её вжик, и у тебя нормальная юбка вывалилась. Папа, здесь есть змейка. Только вжик, и платье станет короче. Ещё короче? Куда короче? Папа! Ай, короче. Вот мать твою хотя бы взять. На выпускной, знаешь, какое красивое платье было? Это ж красотища! Там ящик водки под полами можно было пронести. Я она ж пронесла. Ты видела бы, как её все провожали? Как все плакали? Трудовик с физруком на коленях стояли, умоляли, чтобы она на второй год осталась. Даже на третий. Вот именно. А ты вот это вот. Я ждал вам зарплатную карточку свою, чтобы вы пошли и купили нормальное платье на выпускной. А вы купили что, косынку? Васенька, это такой фасон платья. Фасон? Да. Тогда вообще надо было не покупать платье, а просто прикрываться моей кредитной картой. Папа, это современный дизайн. Дизайн. Я бы вот этого дизайнера в этом платье вывел бы на улицу, хай бы его люди молотками по голове забили. Папа, ты просто не современный, понял? Я не современный. Смотри. Окей, гугл. Окей, гугл. А блин, это от телевизора. Ё-моё. Валя, зачем ты целлофан содрала? Я теперь их путаю. Вот, смотри. Окей, гугл. Кто самый красивый и самый современный? Вы Василий Петрович. Оба-на. Папа, то, что ты на диктофон записал эту фразу и постоянно мне её включаешь, не делает тебя современным. Какой же диктофон? Вы Василий Петрович. Вы Василий Петрович. А вы Василий Петрович. Современный, я сказал, современный. Васенька, ты понимаешь, девочка захотела просто выглядеть красиво. Это я понимаю. Я не понимаю, что ж тогда красивое платье не купили, а? Понимаешь, но это почти классический стиль, Вася. Серьёзно? Ммм, отлично. Отлично. Тогда всё, я готов. Пошли. Ты так пойдёшь? А что такое? Это почти классический стиль. Белый верх, чёрный низ. Не нравится? Пожалуйста, можно как на канале Фэшион. Фэшион. Я готова, я. Так ты хочешь? Вася, ты издеваешься надо мной, да? Это я ещё издеваюсь? Это вы издеваетесь? Это ты во всём виновата, мать. Сначала вот эти вот джинсы, из которых трусы торчат, потом лифчик просвещающийся. Ты что сказала? Всё нормально, пускай идёт. А теперь она вообще с катушек слетела. Ты хоть в трусах там? Папа, я в трусах, я в трусах. Откуда я знаю? Может, это так вонно сейчас, без трусов ходить? Папа! Что папа? Что? Ты что, не понимаешь, у женщины должна быть загадка? А у тебя все отгадки видны? Васенька, смотри. Вот есть ленточка выпускницы. Давай я аккуратненько её вот так перевяжу и хоть что-нибудь да прикроет. А, Вась, смотри. Пускай, пускай. Хоть что-то её будет отличать от путан. Только неправильно ты одела. Ага. Вот так вот одевай. Что ты делаешь? Чтоб ничего не отморозило себе. Тебе ещё внуков мне... Кто там пришел? Люди пришли, а ты голая ходишь. Мать, иди её одень во что-нибудь. Сейчас, подожди, я её одену. Ё-моё. Заходите. Здравствуйте. Мать, тут твою бижутерию привезли. Ты заказывала? Вообще-то я с вашей дочкой иду на выпускной. А, мать, отбой. Яна, это твоя страшненькая подружка пришла. Папа, это не подружка, это мой одноклассник. Здрасте. Ни хрена себе. Тогда у тебя появился конкурент в конкурсе королева балла. Тут у нас целый король быдла. Ты вообще понимаешь, что ты наделал сейчас, а? Когда? Когда заходил в подъезд. Там же бабки после подъезда сидят с разорванным мозгом. Они же не понимают, что сейчас зашло, наркоман или проститутка. Я нормальный парень. Зовут Юджин. Юджин? А христианское имя у тебя есть? Дай сам догадаюсь. Иуда? Или ты вообще некрещеная? Я Женя. Мы с Яной. Ты мне лучше скажи, мать, в курсе, что ты ходишь в ее шмотках? Это мой модный лук. Твой лук? Тогда стрелу спрячь, чтобы она у тебя не вылетела. Ты мне скажи честно. Ты что, в карты кому-то проиграл? Или родители просто хотели сильно девочку? Ты хоть в трусах там? Мать, иди посмотри на голожопого Иуду. Ой, а кто там пришел? Здравствуй, Женечка. Какой ты оригинальный. Он не Женечка. Он голожопая Иуда. Женечка, наш папочка сегодня не в духе. Он тебя не сильно обидел, а? Я не успел. Природа меня опередила. Васенька, Женя нормальный мальчик. Нормальный? Единственное, что в нем нормально, это носочки белые и тапочки. Так сейчас модно. Да ладно, не прибедняйся. Так всегда модно. О, кстати, как вам платье Яночки? Это я его придумал. Правда? А, так вот, откуда ноги растут у этого платья. Там даже видно, когда она его одевает, откуда у него они растут. И где срастаются. Скажите, круто. Прям шок. Я просто будущий дизайнер одежды, а вы первый ценитель моего таланта. Вот скажи мне, дизайнер, вот как ты сюда дошел вот в этом всем, так, чтобы ни один человек не подошел и не расквасил тебе рожу? Что же это за общество у нас такое безинициативное? Вы просто ничего не понимаете в моде. Ага. Поверьте, Яна сегодня вечером сделает фурор. Никому ничего она делать не будет. Даже не рассчитывай. Вот. Вот. Да это твою мать! Сразу вспомнил. Да. Это что, то же самое платье, что ты была на выпускном? Да, это мое выпускное платье. Помнишь? Когда я была в нем, ты впервые признался мне в любви. Как это ремонтично. Это что, было на восходе? На восходе, деточка моя, он уже был в Зюзю пьяный. Мы до рассвета с ней уже первый раз поссорились. Это я на эмоциях накидался. Короче, Янка, вот в этом платье можешь идти на выпускной. Только не с этим победителем битвы экстрасенсов. Ну, папа! Все, я все сказал. А вот в этом пусть идет. Мой костюм, в котором я был на выпускном. Тридцать лет ждал, пока я в него влезу. Так и не дождался. Васька, какой ты худенький тогда был. Чья б корова мычала. Пап, мы, короче, пошли уже на выпускной, а то мы опоздаем. Давайте, идите, мы с матерью вас догоним. Эх, Валюха, время-то как бежит, а? Да. Вася, полчаса осталось, а ты до сих пор в трусах. Могу снять. Вася, ну там официальная часть. А давай, как на нашем выпускном, пропустим официальную часть. А? А успеешь? Ты же, я знаю, минутное дело. Ваш отец уже три года находится в коме. Его состояние... Мы в курсе, какое у него состояние. Именно поэтому сегодня впервые семья собралась в полном составе. И перед тем, как впасть в кому, он успел написать завещание. Завещание? Написано его рукой. Ну-ка. Находясь в здравом уме и памяти, далее большими буквами, никому ни хрена. Черт. Я так понимаю, кое-что вы от дедушки уже унаследовали. Ни хрена. И чтобы не было сомнений, кому именно ни хрена, далее идет список родственников вплоть до троюродных. Я так понимаю, все бессмысленно. Зачем нас нас собрали? Очень хороший вопрос. Если вы согласны отдать мне 10% от суммы, которую удастся получить, я смогу вам помочь. Слушайте, если это сработает, я готов вам отдать 50%. Очень хорошо, вписываю в контракт. Медицина не стоит на месте. Мы можем вывести вашего дедушки из комы на 10 минут. Серьезно, это реально? Да. Но после этого он, к сожалению, умрет. Поэтому нужно полное согласие всех родственников. Мы согласны. Очень хорошо. Сестричка, пожалуйста, отойдите, соблюдайте тишину. А я аккуратненько спрошу про деньги. Где я? Иван Афанасьевич, у вас есть 5 миллионов долларов. Ни хрена себе! Охренеть! Аккуратненько спросил. Спасибо. Мы сейчас удвоим дозу, и он будет в сознании. Будьте добры. Тихо, спокойно. Где я? Иван Афанасьевич, у нас мало времени. Нужно переписать завещание. А что со старым не так? Моя ошибка. Допустил пару ошибочек. Тогда я тебе ни хрена платить не буду. Видите, дедушка в сознании. Сколько у меня денег? Эм, немного. А сколько у меня родственников? А вот родственниковод. Ни хрена себе, как до хрена. Это самые близкие. Да вы можете ему вколоть столько, чтобы этот старый хрящ не вырубался постоянно? А я не вырубался, сынок. Отец, ты меня узнал. Конечно. Как же тебя не узнаешь, гадёныш? Я же думал, ты будешь моей опорой. Буду. Моей основой. Буду. А ты вон какой вырос, большой, жирный, пьющий, курящий. Слушайте, можете вы его поторопить, пожалуйста? У нас 10 минут, а он эти прилагательные может целый вечер говорить. Дедушка, всем интересно, кому вы сколько оставляете? Записывай. Пишу. Старшему сыну. Да, папа. Ни хрена. Папа, ну как же, ни хрена-то? Ну вот так, ни хрена. Да у тебя же 5 миллионов, папа, падла. Ты. Да ну что вы делаете? Вы можете не называть эту сумму? У нас последняя доза осталась. Ну просыпайся. Так, тебе сказали, ну и хрена. Всё, хрена отсюда, понятно. Уберите. Уберите его. Жлоб. Какой же мелочный мой этот старший брат. Фу, как противно. Как это мерзко. Продолжим. Да, 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 да. Сестричка. Колим. Так. Где я? Иван Фанасьевич, а что дочери? Дочери малей ненаглядной. Да, да, да. Солнышке моей ясной. Самое большое. Вы можете его поторопить, а? Чего вы спешите? Да потому что я муж, я внучки. На нас очередь может не дойти. Ждите. Иван Фанасьевич, итак, дочери. Дочери. Какой дочери? Твоему солнышку. Дочери твоей любимой. Ласточки мои ненаглядные. Да. Самое большое. Ни хрена. Как? У тебя же целых пять. Я всегда ненавидела свою мать. Давайте дальше. Племянник. Племянник, подожди. Где племянник? Ты племянник? Кто племянник? Вы кто? Я сын брата. Кто племянник? Лё. Да вы и есть племянник. А, я племянник? Отходите, улыбайте. Ну, здравствуй, папин брат. Я так понимаю, мне тоже ни хрена. Пока. Нашим привет, бабуля особенно. Подожди. Открой комод. О, вечер становится интересным. Сейф видишь? Вижу. Открой его. Он закрытый. Понятно. Пароль восемь восьмёрок. Восемь чего? Восьмёрок. А, понял. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Сколько восьмёрок? Восемь. А попроще, не забываю. Это восемь. Открыл. Ага. Что там? Там ни хрена нет. Это тебе. Я так понимаю, если племяннику ни хрена, то троюродному брату племянника ни хрена, ни хрена? Троюродному брату племянника три миллиона долларов. Сколько? Три миллиона? Охренеть! Охренеть! Вместо благодарности охренеть! Нет, спасибо. Я передумал. Тебе ни хрена! Подожди. Тебе бабушка просила передать. Бабуля! Ну! Вот! Будьте вы прокляты оба с бабулей! А нам, 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 а что? А ты кто такой? Я тебя в первый раз уже и не вижу. Я муж вашей любимой внучки. Я, я, я любимая внучка, я дедушка! Хороший ты человек, подойди ближе. Да. За доброту твою, за любовь к дедушке им всем ни хрена. А, а тебе мелок. Ах, 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 ах. Дед, отчнись! Дед, отчнись! Ага, ага, ага. На чём я остановился? Вы сказали, а тебе мелок, Юрий. А, всё правильно. А тебе мелок. Рисуй, мечтай, душа у тебя светлая. Слышь, нотариус, на. Это что? 50%. Эх, ты, дедушка, шлопяра. А я ещё ему, дедушка, дедушка, фу. Стой, внучка. Да, дедушка. Ты смотрела передачу Орёл и Решка. Орёл и Решка. А, 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 да, это когда подбрасывают монетку и когда Решка, то нихрена, а когда Орёл, то да хрена. Всё верно. Держи монетку. Поняла. Подкидывать, да? Нет. Пять копеек твои. Пять копеек? А, а что, это прогресс? Это больше, чем нихрена? Не надо процентов. Эй, шумол. О, при своих остался. Дочка. Дочка моя младшая, где? Я здесь, папа. Ни хрена себе. Да, папа. Как тебя до хрена? Значит, есть на что жить. Тебе достаётся. Что? Самое большое? Ни хрена. Именно. Солнышко. Вот я тебе хотела задать один единственный вопрос. А на хрена ты так этого всего до хрена придумал? А ты так ни хрена и не поняла? Нет. Первый раз за десять лет в моём доме все родственники собрались. Если бы я вам деньги отдал, вы бы перегрызли друг друга и не было бы у меня родственников ни хрена. А так вы каждый год будете собираться и обсуждать, какое я гамно. Да. так и будем обсуждать. Нотариус, пиши, как деньги тратить будем. Хочу, чтоб похоронили меня в мавзолее вместо Ленина. Перекрашиваем мавзолей в жёлто-синий. бабку мою в стене схороните живьём. Чё ты ни хрена не пишешь, а? Иван Афанасьевич, в завещании чёрным по белому написано «Никому ни хрена». Ну? Читайте. Паспорт. Мой новый паспорт, я поменял имя. Никому, Петрович, ни хрена? Да. Собственной персоной. Я за пять миллионов и хреновичем побуду. Ну и ходи, как дебил с таким именем. А я переписываю завещание. Теперь оно звучит так. Хрен вам все! Ха-ха-ха! Ничего себе, сколько всего! Я думала, в этом магазине только водка продаётся. Добрый день! Ух ты! У вас и серёжки есть. Удобно. Какие серёжки? Ну вот, блестящие. Это блесна. А, типа пирсинг. Типа рыбалинг. Кому с Настей смотрите? Себе, мужу? Ну, мужу. Зачем они мне? На подарок провинились? Или хотите с мужем пойти на рыбалку, вечер ему испортить? На подарок. На охоту я уже с ним сходила, спасибо, еле дотащила. Добычу? Его, пьяного домой. Понятно. Так, на какую рыбу рыбачит ваш муж? Да откуда я знаю? Ну, с какой рыбой он чаще всего домой приходит? Чаще всего он приходит пьяный и без рыбы. Классический рыбак. Так, хорошо, какой подарок выбирать будем? Ну, не знаю, там, удочку какую-то. Донка поплавковая? Слушайте, мужчина, у меня особо нет времени, давайте и ту, и другую. Просто, понимаете, бывают удочки разные, бывают составные, есть телескопические, есть цельные, а мне такую, чтоб рыбу ловить. Какую рыбу? С чешуей и хвостом. А-а-а, ну так, таких удочек у нас все. все. 594 модели. Одну секундочку, я извиняюсь. Здравствуйте, а можно перенести маникюр? на сколько? На завтра. Так, есть баллонское удилище, есть маховое, есть матчевое, есть фидера, есть спиннинги, есть кастинги. Мужчина, давайте зайдем с другой стороны. Смотрите, мне нужна удочка. Так. Мужу на подарок, чтобы рыбу ловить. Так. Вот это все, что вы назвали, это мне вообще не надо. Хорошо. Давайте зайдем с вашей стороны. Давайте. Насколько сильно вы любите своего мужа? Достаточно сильно. Тогда вот, японец, никелированные кольца, забросить можно на 50 метров, тянуть можно хоть бегемота. 3000 гривен. Сколько? Я, мужчина, по секрету вам признаюсь, что 3000 гривен я люблю немножечко больше, чем своего мужа. Хорошо. Насколько максимально вы любите своего мужа? Максимум на тысячу. Да. Недолюбленный у вас мужик. Вот. Спиннинг. Мужчина, может, вы чего-то не поняли? Я хочу удочку. Так это и есть удочка. Только забросить можно на 50, а с хорошей кормушкой и на 100 метров. Ваш муж на сколько бросает? Обычно на 2 метра. Так, выходит на балкон, в угол так, раз, и забросил. Все. Это не забросит, с этой спать будет. Тогда сразу нет. Дальше. Так, Материал какой? Выбираем. Карбон, стекловолокно, композит. Одну секундочку. Алло, папа, я тут твоему зятю подарок выбираю. Подскажи, какую удочку купить? Стекловолокно. Стекловолокно. Карбон. Карбон. Композит. Или композит. А, спасибо, помог. Что сказал? Сказал, деньги подари. Меня создали, они гады пропьют, а мне надо, чтобы на память. Если на память есть у нас такая штучка, возьмите ему электроудочку. А что такое электроуд... Вообще-то она запрещена для продажи, но я вам продам. Фишка в том, что если неправильно пользоваться, он может так током долбануть. И ваш муж подумает десять раз, пить ему на рыбалке или не пить. О, беру эту. А почем она у вас там? Здрасте. Ружье есть? Гладкий ствол, нарезное. Шо? На утку, на кабана? На кабеля. Представляешь, захожу в спальню, а он с какой-то стерлядью там нерестятся. Пойду убью. Оружие только по спецразрешению. А шо можно купить без разрешения? Возьмите электроудочку. Ага. Спасибо. Ну, сейчас пойду ему червячок поджарю. Давайте, заверните мне такую электроудочку. Так это последняя была? Так чего вы отдали? Я? Ладно, давайте вот эту вот. Что это? Пожалуйста, телескоп. Ух ты, класс. Вот бы у вас, у мужиков, так. Махнул и удлинилось. Нравится? Очень. Давайте, почем? 500 гривен. Ага. Так, ну и дальше, катушечки, там лесочки, поплавочки. Мужчина, вы что, издеваетесь? Зачем мне вот это вот все? Потому что без вот этого всего это просто палка. Простите, я очень просто спешу. Здравствуйте, дайте, пожалуйста, красного червя. На какой крючок? На шестерочку. А, понял, средненький, хорошо. Кормушечки брать будете вы, Нет, я на верховодку иду. Да, там просто возле берега камыш растет, так что приходится на палку с лодки ловить. Понятно. Да, а еще парочку карабинов, потом комок размером XL, с кориандром и с клубничкой и пачку бойлов тонущих. Ого! Так, подожди, отлично, что еще забыла? Так, ага, еще и в магазин зайти купить водки и закуски. Девушка, простите, вы рыбачка? Нет! Я мужу машину поцарапала! А где вы вот это все узнали? На форуме. А, для рыбаков? Для блондинок. Вот, пожалуйста, возьмите. Спасибо. Удачи. Так, ну возвращаемся к вам. Ага. Подсаку вам дать? Мне? Зачем? Мужу вашему подсаку дать на рыбалку? А, вы знаете, он у меня здоров. Ему всего 38 лет, и он пока сам еще может подзюрить. Так, понятно. Головка у него есть? Ага. Конечно, есть. Что за вопросы? Ну, большая, маленькая. Обычная. Стандартная. Я не жалуюсь. Мармышки есть? Раньше были. Но он их вылечил. В смысле, вылечил? Послушайте, что вы мне такие вопросы задаете? Давайте вернемся к вашим крючкам. Так, Мармышки, это и есть крючки? Ага. Да, вот есть на леща троечка, семерочка, пятерка, есть десяточка, вот, пожалуйста. Я вам, мужикам, удивляюсь, как вы все вот это про крючки запомнить можете? А как размер чашечек, так вам надо постоянно напоминать. Что вы ко мне лезете со своим сервизом? Ага. Что брать будем? Что, что? Сертификат у вас какой-то есть? Я ему подарю, он сам придет, выберет и все. Нет у нас сертификатов. Пробники. Набор юный рыболов. Это кошмар. Вот правильно мужики говорят, что хорошее удилище выбрать сложнее, чем хорошую жену. Вот и мой так говорит. А еще говорит, теща лучшая приманка для раков. Вот и он так ржет. Ладно, давайте, что у вас там и почем? Ну вот, есть у нас крючки разные, там есть на леща, на карпа, вот есть на сама там. Слушайте, а может быть он, потому что у вас все вот так вот сложно пить начинает. Так, ну что берем? На сама. На сама, значит. Ага. О! Ага. И... А? Ну, если что-то там не подойдет, придет и поменяет, господи. Он мне так колготки на 8 марта подарил. Кстати, с размером угадал. Но вот зачем мне в 30 лет колготки с далматинцами, так и не объяснил. Так, хорошо, палатку, надувной матрас, стульчик, подушечку надувную убрать будем? Мужчина, я хочу, чтобы мой муж поехал на рыбалку и вернулся домой, а не остался там жить. Ай. Шо ты мне дал? У меня возврат. Ну, вот ты представляешь, а? Вот оно у меня нормальное, ржет и говорит щекотно. Динамит есть? Запрещено. Капкан дай, я ему постель подложу. Капкан есть. Вот, на кабанчика 360 килограмм выдерживает. Пойдет. У моего кабанчика 180. Угу. Ну, радуйтесь, ваша электроудочка вернулась. Нет уж, спасибо, я уже столько всего прошла. Давай мне все, от начала до конца, весь набор. Хорошо. Кашу брать будете? Я ему бутерброды сделаю. Кашу, чтобы рыбу прикормить, чтобы она клевала. Вы что, прикалываетесь надо мной? Может, ей еще 50 граммов налить? Ладно, хорошо. Значит, на белую рыбу он не пойдет, пойдет на хищника. Так, возьмите ему воблер. Шоблер? Ну, воблер, это вот рыбка такая. А, я поняла. Не-не-не, это я точно брать не буду. Он рассказывал, что они с мужиками как-то нажрались и потом закусывали этими воблерами. Не-не-не. Так, ну и самое главное, давайте определимся. Катушка простая, инерционная, нитка, леска, сигнализаторы, просто колокольчик или электронные. Я в шоке, мужики. Ну, как вот так вот может быть? Удочку вам купи, снасти вам купи, прикормку купи, едете в такую рань, фиг знает куда. Возвращайтесь домой пьяные, грязные, вонючие. Мы эту рыбу чистим своим новым маникюром. Да сходи ты в магазин, да купи ты свеженькую, чищенную рыбку. Мы тебе там ее приготовим и все, бухай себе на здоровье дома. Да. Складно поешь. Замужем? Да. Повезло мужику. Вот чему надо девочек учить в школе, а не химии с астрономией. А звезды мы вам и так сами покажем. Так, с вас 4 900, пожалуйста. Сколько? Обойдется, носки ему куплю. Раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре, закончили. Всем спасибо за тренировочку, девочки, на сегодня все. Следующая группа, заходите, я пока пойду умоюсь. господи, танк. Женщина, вообще-то магазин с булочками за углом, здесь фитнес-центр. Да, я тоже пришла фитнесом заниматься, поставила цель к лету сбросить 15 килограмм. А сколько вам осталось? 30. Знаете, а я сюда пришла, короче, чтобы подкачать попу, чтобы она у меня такая была, как орехи, вот как кокосы. Я не знаю, как ты из жареного арахиса хочешь получить кокосы, но бог тебе в помощь. А ты че пришла? Не счастничку, маленькая, худенькая. А я хочу к лету жир сбросить. Какой жир? Посмотри на себя. Ветер дунет, тебя сдует. Ты же худенькая. Ну какая я худенькая? Посмотрите, вот тут жир, тут жир, тут везде жир, жир просто стекает. Вы знаете, я не вижу. Потому что он прячется, а к лету бабах, выползает и начинаются на животе складки, на подбородке складки, везде складки, тут складки, между пальцем складки. А мой жир прятаться перестал. Отжал территорию и радуется. Знаете, на самом деле тут ничего страшного нет. Женщина может быть полненькой. Главное, классно получается на фотках. Вот смотрите, вот так вот телефончик поставляешь, включаешь камеру и животик так и втянула и фоткаешь. А, вот если я так сделаю, то у меня все диски с позвоночника повыпадают. Тогда я отойду. Втягивайте. Да-да. Давайте вы попробуете. Пробуем. Тянула. Фоткай. Классно. Получилось. А я вот недавно влезла в свое платье выпускное прям тютелька в тютельку. А мои тютельки из платья выпадают. Ну что вы, это у меня тютельки, а у вас тютища. Классно. Так, девочки, добрый день. Как настроение? Я так понимаю, первая тренировка, хотите стать красивыми к лету. Правда? Думаете, получится у нас? Ну, смотря какая цель у вас, конечно. Сколько хотите сбросить? Приблизительно вот столько. Ну, тогда вы должны запомнить, что в фитнесе самое главное это питание. Питание это 70% успеха. Вот вы что сегодня ели? Значит так, я сегодня ела, сейчас вам точно скажу. Значит, смузи, латте, сырники. Я могу вам рассказать весь свой рацион вплоть до четвертого айфона. Значит так, записывайте. картога, котлета, голубцы, холодец, солянка, это было на первое. Второе. Давайте без второго. Вы что ели? А я ничего не ем, я худею. Мала, это я с тебя худею. Девочки, запомните себе раз и навсегда, что в спорте самое главное это мотивация. Поставили себе цель и уверенно к ней идем. Да, вот я, например, хочу такую попу, как у вас. А я такой грудь, как у вас. Значит так, договорились тебе попа, тебе грудь, а мне все остальное на холодец. Девочки, спокойно. Давайте начнем с дыхательной гимнастики. Ножки на ширине плеч, копчик подкрутили и дышим. Глубокий вдох, выдох. Еще разок вдох, выдох. Дышим полной грудью. А если ее нет? Ну, дышите, чем есть, просто дышите. И выдох, и выдох. Закончили упражнение. Следующее упражнение – ходьба на месте. И с правой ножки весело и задорно. И Понимаете, если кто-то и дальше хочет носить размер XXL, то может, конечно, стоять и на месте. Конечно, хочет. Я сейчас ношу 7XL. Ну, женщина, ну разве вам не хочется влезть в прошлогодние летние шорты? Не хочется, они на три размера больше. Хорошо. Продолжим. Очень простое, но очень эффективное упражнение. Кардиоупражнение повторяем за мной с правой ножки. И раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, веселее. Раз, два, три, сжигаем. Раз, два, три, хлопок. Раз, два, три, хлопок. Раз, два, три. В принципе, для разминки, я думаю, достаточно. Разминка? Это была разминка? Я капец как устала. Девочки, между прочим, такая разминка сжигает столько же калорий, сколько и 15-минутный секс. Ого, 15-минутный секс? А что такое бывает? Малая бывает и 24-часовой. Я однажды застряла с одним мужичком в лифте, он думал, все, я... Дождите, маленькое уточнение. То есть, если фитнес, это как и секс, это что, от него можно тоже залететь? Залететь? Ну, нет, нельзя. Так, девочки, пойдемте на Пилатес, тут другая группа занимается. Давайте, быстренько. Кафе Харзис Дем. Девочки, помогите дойти. Ой, сквозняк! Сережа, Сережа, зал свободен в виде своих. И раз! И два! Присели! Пошли, молодцы! Улыбаемся, красавцы! Все за мной успевают... Где вы, мои зожники, мои физкультурники, будущее страны? Где вы, качки несусветные? Грудомышц, пойдемте. Скорее, ребятки. Дышим, молодцы. Все выходим. 24 минуты. От раздевалки до спортзала. Сегодня уже хорошо. А вчера многие, кстати, переодеться даже не смогли. Вы как-то говорили, что тренировка считается хорошей, если ты вспотел. Конечно. Я пока оттуда сюда шел, уже вспотел. Я могу домой идти? Ну да. Дорогие мои, с сегодняшнего дня у вас новая жизнь. Никаких чипсов, никаких шашлыков, никакого алкоголя. Валим. Стоять! На место. Ну что это такое, а? Ну где трицепс? Где бицепс? Где пресс? Вы не говорили, это брать. Вы сказали, форму возьмите и все. А-а-а, боже мой. Что тут у нас, а? Ну вам самому это нравится, а? Ну что это, а? Ну, смотрите. Давно у вас так? Ну-ка. Хватит, хватит. Вы что, на девятом месяце? Я уже пятнадцатый год на девятом месяце. Вы же скоро пописать без зеркала не сможете. Смогу. Как? Как и сейчас, сидя. Кошмар. Ты же мужик или баба? Ой. А можете посмотреть, а? А то мы уже пятнадцать лет с ним не виделись. А ты сделай на телефон селфи, потом в инстаграм увидишь. Хорошая идея. Есть телефон? Да! Ха-ха-ха, вот она. Понимаешь, булка в ритузах, жердяй. Отойди, я не к тебе. Ну что, гормональный сбой. Жрешь ночью в холодильник ползаешь, да? Вот эту вот ночью. В два часа, пока все спят. Чем занимаешься? Боксом. В отличной форме, парень. Спасибо. Давно? Вторая тренировка. Эх, ты поплывок надутый. Что ж ты себя так запустил, а? Восстанавливался после травмы на чемпионате Европы. Поправляйся, братан, восстанавливайся. Красавец. Спасибо, что ли. Ты что, выпил? Так сегодня же выходной. Ты что, пьяный, пришел в спортзал? Я? Нет. В спортзал я пришел трезвый. Я в раздевалке тяпнул. Значит так, забудь про алкашку. Теперь ты грудом мышц и сухожилий. Займешься своим телом. Можно я для начала душой займусь, а? Для начала займемся разминкой. Пивком разминаться будем? Так, заткнись. Понятно. Значит, уважаемые друзья. Итак, для начала комплекс из 15 упражнений. Запоминайте. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Пятнадцать. Пятнадцать. Ну, в принципе, это можно запомнить. Это было первое упражнение, еще четырнадцать. Да ничего себе, это как же это запомнить-то? А для таких, как вы, неполноценных склеротиков, каждое движение имеет свое название. Итак, уважаемые друзья, первое упражнение называется кеды. Приготовились. И раз, два, три, четыре. Молодцы. А я только до половины дотягиваюсь. У вас будет упражнение полукеды. Раз, пониже. Полукеды для полумужчин. И сразу подняли ручки и поклон самурая. Дотянулись до земли. А-а-а! Что такое, братан, спина? Нет, крестик за волосы зацепился. А-а-а! Помогите! Сейчас, сейчас, сейчас. А-а-а! А-а-а-а! А-а-а! Спасибо, братан. Прекрасная идея для следующего упражнения. Следующее упражнение называется прямой удар ногой. Приготовились. И раз, два, три. Раз, два, три. О-о-о! Тренер, тренер, тренер! А можно это упражнение назвать Тёща, вали домой! Прекрасное название. Давайте сделаем его все вместе. Приготовились? И... Тёща, вали домой! Тёща, вали домой! Тёща, вали домой! И дочку свою забирай! И кота своего тоже! И хобячков своих! На-на-на-на! Отличное упражнение. Не перегружайте себя на нём. Понял. А-а-а! А вы почему не делаете? А я не могу это упражнение делать. Я в тёщиной квартире живу. О-о-о! Друзья, а теперь угадайте название следующего упражнения. Ручки вверх. Два, три, вернули пять. О, я знаю! Утром я проснулся, встал и потянулся. Прекрасное название. Но у нас в центре семейной психологии это называется «Изгнание дьявола». Тренер? А? А у вас все упражнения про тёщу? Хорошо. Извините, завёлся. Давайте какое-нибудь движение от вас. Вот, вот ваше движение. Как называется? Я писать хочу. Прекрасное упражнение. Давайте сделаем его все вместе. Итак, писать хочу. Что вы делаете? Я реально хочу! Ладно, я сам придумал упражнение и сам застал его делать. И, ну и, наконец, наше любимое упражнение клубничка. Ноги на ширине плеч. Подсели. Пошли. О! Добавили руки. Это я могу. Прекрасно. Молодцы, ребятки. Пока не будет ещё больше аплодисментов, не закончим. Отлично. А теперь ляжем на спину и сделаем это упражнение лёжа. Ляжем на спину? Это грязная клубничка. Алло. Конечно, могу, да. Сейчас, секундочку. Юлечка, замените меня. Вы же знаете мужской комплекс. Я знаю абсолютно всё о мужских комплексах. Ну что, готовы, пончики? Поехали. Первое упражнение. Кеды, полукеды. Все вместе и... Раз. Два. Три. Четыре. Ещё раз. Два. Три. Четыре. Молодцы, закончили. Потянемся. Поклон самураям. И... Самурай. Два. Три. Самурай. Три. Четыре. Ниже. Ниже. Да. Ещё. Тянемся. Тянемся. Давай. Клубничка была. Ждём. Два. Три. Так. А теперь... Клубничка. Алло. Извините. Да. Да-да, уже бегу. Так, девочки, кто-нибудь на клубничку меня замените, я вернусь. Секунду. А-а-а... Т Товарищ генерал, я все понимаю. Недобор. Ну, у меня ж тут не психбольница. Кого вы мне присылаете? Есть подождать до выборов. А вы сегодня будете на больничном? Ну, выздоравливайте. Заходите! Здрасьте! Да, щенячий патруль в полном составе. Многое лето, многое лето. Да шо ты забываешь? Привет, начальник, че вызывал, а? Во-первых, не начальник, а товарищ майор. Во-вторых, вам лично я запрещаю употреблять слово «вызывали». А в-третьих, что это за внешний вид? Дольче Габбана. Ну, нам сказали, что форму выдадут нам только на следующей неделе. А пока сказали свою максимально приблизить к полицейской. Да, приблизили, так приблизили. Это что такое? Магнитола. Чья? Давай 500 твоя будет. Я спрашиваю, чья магнитола? Это из нашего патрульного автомобиля. Сами понимаете, ситуация в городе сложная. Стремно его так оставлять. Кадила вам зачем? Это исключительно для самообороны. Для какой самообороны? Ну как же. А-а-а! Для этого у полицейских есть оружие. Оружие нам не дали, сказали палевно. А у меня оружие осталось с прошлой работы. Значит так. Кляп на ручнике. Дубинка кое-какая. Какая? На батарейках. Значит, у меня там еще есть что? Клофелин. Что? Ой, нет. Это спаза прошлой работы. А, так зачем? А, клародий для Семены от давления. Вот, кстати, по Семеновне. Семеновна, мне докладывают, что вы не отвечаете на запросы по рации. То есть вы согласны? А, тайне, начальник, все это надо по-другому. Семеновна, включи аппарат! Служу Советскому Союзу. Ну теперь понятно, почему она в рацию не отвечает. А, ну если понятно, я отключаюсь. Семеновна, включите, я не закончил. А я батарейки экономлю. Семеновна, включите и послушайте. Ну снимайте вы этих ваших котов с деревьев. Бог с вами. Ну зачем вы потом их всех тащите в отделение? У меня уже как в цирке воняет от ваших котов. Я этих котов! Да я про котов! Не экономьте вы ваши батарейки! Так, так, котиков же нельзя в квартиру. Почему? Соседи вызывают полицию. Мы приезжаем и замкнутый круг получается. Так, Семеновна, завтра же, чтобы твоих котов в отделении не было. Семеновна, сегодня же убери котов! А может, это и не коты вовсе делают? Теперь по вам. Отставить сосать! Леденец на работе! Не, подождите-ка, шо значит отставить? Вы же сами говорили, шо леденцы нам положено по инструкции. Леденец на нашем сленге – это жезл для остановки транспортных средств. А знаете, шо на нашем сленге обозначает жезл? А ее леденец лучше работает. Она его, когда из рота вынимает, шесть полос останавливаются посмотреть. Вот это, вот это что за самодеятельность? Это средство для остановки любых транспортных средств. Человек останавливается, водитель сразу выходит из машины, становится на колени, целует крест. Да такого уважения к полиции, отродясь, в этой стране не было. А поборы как увеличились? Пожертвования. Какие пожертвования? Абсолютно легальные, вот. Все записано, кто кому чего. Товарищ начальник, мы тут в стране такие порядки наведем. Ты страну не узнаешь? Не надо меня пугать. Вы понимаете, с тех пор, как вы заступили на патрулирование, раскрываемость упала в два раза. Ой, только не надо вот это вот наваривать. Вот в этих руках ничего еще никогда не падало. Да, батюшка? Начальник, просто в органах сейчас наши работают, а своих сажать за подло. У вас телефон. Алло. Какая нахрен агент Кирилловна? Это меня. Я сказала, что на этом номере буду. Это вообще-то мой номер. Да иди ты. Алло. Семеновна у телефона. Так. Так. Конец связи. Агент Кирилловна докладывает. В подъезд зашли один наркоман, две проститутки. Я прошу прощения. И овчарка без наморника из 17-й квартиры. Овчарка заминировала подъезд. Выезжаем на задержание. Поехали. Да какое задержание? У нас есть четкий план. А почем наш четкий план? План по раскрываемости правонарушений. А вы его срываете. Вы должны препятствовать правонарушениям, а не создавать их. У меня вот целая стопка жалоб на вас. Семеновна, вылетишь со своими котиками? Котики протоколы изучали. Может, чего вынюхают? Вы вчера преследовали автомобиль. Где видеозадержание? Удалил от греха подальше. От какого греха? От ютюбного. Какой автомобиль вы преследовали? Мерседес Майбах Лимитед Эдишн 63 Турбокомпрессор. Кто был за рулем? Мой бывший шеф. А пассажиром? Ваш нынешний. А с кем он был? С моими бывшими коллегами. Теперь понятно, на каком больничном товарищ генерал. Кошмар. Начальник, можно присесть? Ноги затекли. Садитесь. Спасибо. Вы с ума сошли? Встаньте. Спуститесь. Встаньте, то спуститесь. На ноги. На ноги опять. Да на пол. Так. Где вы должны быть сегодня? Вы сегодня должны быть на Шевченко 8. Чё, а шо там? Там бордель, который работает под прикрытием массажного кабинета. Не-не, сегодня нереально в него было попасть. Я звонил. Только на завтра смог записаться. На 17.00. Какое записаться? Вы должны были приехать и закрыть этот бордель. Мы закрыть бордель? Они чё там оборзели? Пусть сторожей нанимают. Чё должна полиция приезжать закрывать этот бордель? Завтра мы стриптиз там танцевать будем, ага. Не, подождите-ка. Я на свою бывшую работу не вернусь. Я могу вместо неё работать. Внедрите меня тайным агентом. На Сталинграде 36. Что произошло? Да шо, короче, нам позвонили. Сказали, шо из сауны очень громко матерятся мужики. Ну, мы и выехали на воздержание. Задержание. Вы там были. Нам лучше знать, на шо мы выезжали. Короче, мы с Семённой заходим. Понятное дело, выбрали меня, а Семённу поставили на стрёме. Что значит выбрали? На вас была полицейская форма? Да ясен пень была. Мне ж-то за неё ещё доплатили. А вы, Семённа, как там оказались? Вы ж на стрёме стояли. Ну, так она орала так, что я подумала, что это нападение на полицейского. Вызвала подмогу, а сама в бой. Захожу в сауну, там не видно ничего. Туман, я дубинку схватила. И давай, давай, давай шарашить. Какую дубинку? Это я потом поняла, какую. Когда хозяин дубинки сказал спасибо, я закурил. Вы вдвоём как так оказались? Как же по-другому-то. Семёновна подмогу вызвала. Мы подъехали к этому борделю. Первым вошёл раб Божий череп. Что там было? Начальник, то же там было не для протокола. Но было весело и необычно. Вы понимаете, если начальство узнает, вас вытурят из органов. Ой, знаете что, я за эти органы не держуся. Ну, в смысле, я держу... Ну, короче, вы поняли. Если бы вы знали, кто там парился, вы бы вот так вот не говорили бы. И кто? Водитель и пассажир автомобиля Mercedes Maybach Limited Edition. Господи, ну почему все идиоты в одном отделении? Не надо на меня смотреть. Кто допрашивал Иванова? Я. Мне докладывали, что вы показания из него выбивали силой. Бесовская клевета. Да. И когда вы с ним встречаетесь в следующий раз? Через девять и через сорок дней. Кто допрашивал Акопяна? Да я себе никто. Почему так долго? Так а шо он же допрос продлил? Ладно, главное, что он раскололся. А расколол-то его я. Да, по принципу плохой, хороший полицейский. Это как? Она была плохой, а вы хороший? Нет, там хороших вообще не было. Сначала череп ему настучал по черепу. А потом я говорю, слышите, фраер, если ты сейчас вся волосвою не раскроешь, еще и кадилом по кумполу получишь. Ауа! И что, после этого он сдал всех подельников? Нет, это уже котики мои постарались. Они ему в уши нас... Так, Семеновна! Семеновна, включи на максимум. Я тебя уволю с твоими котами! Эй! Ну вот я включилась. Далеко дорога... Да рано еще забывать, завыватель! Семену ей нужно нежненько. Ой, вспомнила! Слышь, начальник, а перед тем, как в человека стрельнуть, надо обязательно передупередительный воздух сделать. Ну, по инструкции, да, но ситуации бывают разные. А, у меня как раз ситуация разная. Семеновна, ты чего? Ты куда? Собес, они мне пенсию неправильно насчитали. Семеновна, стой! Стой! Семеновна, остановись! В этом исчадии ада лишнее кадило не помешает. Да, да, да! Пойди! Куда бы! ДИЗЕЙ ШОУ! ДИЗЕЙ ШОУ!